Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня бы и я хотел продемонстрировать случай заражения через презерватив. Я бы сказал даже не совсем через презерватив, а по сути дела заражение произошло по краю презерватива, вряд ли вирус прошел сквозь стенки презерватива. Здесь вы можете видеть, как к нам обратился молодой человек, у которого произошло типичное разрастание остроконечных кандилов, таких как петушиный гребень, на основании члена. Действительно, он вступал в половые контакты только в презервативе случайное, да и не случайное тоже. И поэтому, в общем-то, был искренне удивлен тем, что у него на фоне того, что поехал за рубеж, как бы была достаточно длительная командировка, изменение климата и так далее. Вот начали произрастать такие типичные остроконечные кандиломы, как вы можете видеть, да. Принципиально связано и с переездом, нарушением иммунитета, так сказать, акклиматизацией и прочим. Но непосредственно локализация в данной области говорит о том, что заражение произошло непосредственно вот по краю презерватива участками кожи, которые непосредственно не защищены, да, как бы в принципе презервативом. Более того, как я всегда говорю, что конец презерватива в виде такой вот такого непосредственно, как бы круга, где заканчивается презерватив, да, как бы кольца. Оно способствует натиранию более интенсивным, да, чем само основание презерватива, да, как бы в принципе. И из-за этого проникновение вируса в пилом у человека в этих частях непосредственно облегчается. Точно также можно сказать и о, допустим, сифилисе, да, то есть в принципе мы нередко видим в основании члена именно язвы и герпесом, и другими заболеваниями. То есть часто, в общем-то, через презерватив непосредственно можно заразиться вирусными заболеваниями по типу герпеса, по типу вирус попилом у человека, по краю презерватива, через кровящую кожу можно заразиться также вирусом попилом у человека, герпесом, тем же самым сифилисом, можно заразиться лобковыми вшами и так далее. То есть существует, в основном-то, если говорить по частоте, именно заражение теми участками кожи, которые прилегают презервативу и непосредственно не защищены, как в данном случае. Поэтому, когда говорят заражение через презерватив, чаще всего имеют в виду именно заражение, как здесь показано, участком кожи, где презерватив заканчивается раз, а также перенос при поглаживании, которое предшествует половому акту, когда презерватив еще не надет. И очень редко это случается непосредственно сквозь стенку презерватива, в основном вирусами папилломы человека и вирусами герпеса. Это вот те редкие вирусы, которым считается, что могут непосредственно заражать человека сквозь ткань презерватива. При любых заражениях половыми инфекциями, вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платно КВД в Москве, у нас проходит диагностика и лечение подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на шкалу на YouTube и на шкалу Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok